В пункте размещения прибывших из Украины граждан, расположенном на территории комплекса Молдэкспо, побывали наши корреспонденты. Многие украинцы нам признались, что долго задерживаться в наших краях не намерены. Впереди долгая дорога в европейские страны. Другие же, наоборот, мечтают скорее увидеть свои семьи, которые остались в зоне боевых действий. В жизни нескольких тысяч беженцев из Украины в одночасье перевернулись. Многие из тех, кому удалось добраться до молдавской столицы, предпочли разместиться у друзей или на съемном жилье. Но для нескольких сотен беженцев места в центре Молдэкспо оказались спасительными. Здесь они могут передохнуть в безопасности перед длительной дорогой. Евгений приехал вместе с мамой и одиннадцатью братьями из Затоки. Юноша спешит вместе с семьей добраться до Германии. В свои восемнадцать лет он взвалил на себя обязанности главы семейства. Отец, говорит юноша, остался защищать родную землю. К сожалению, там очень мощный взрыв был, ударная волна очень мощная была. Дети в панике были, все там в панике. Там находится рядом воинская часть, но там особо-то ничего нет, но все равно она там есть. И был мощный удар, все испугались. После первого удара нас собрали все, и мы рано утром начали собираться и в двенадцать выехали. И пока одни предпочли хотя бы какое-то время пожить у родственников за рубежом, другие только и думают о том, как скорее вернуться домой в Украину. Военные действия застали их в пути. Некоторые оказались заблокированными, поскольку воздушное пространство Молдовы закрыто. А там, говорит этот мужчина, вся его семья переживает и верит, что скоро все закончится. Я был в самолете, когда все началось, и уже не стал туда переезжать. Сейчас последние новости, не сидите, что там происходит, с кем-то, может быть, связывались. У меня там все, у меня родители, брат, дядя, его дети, второго дядя дети, все, все там у нас. Когда с ними могу связываться, мне легче. А когда нет связи, я в тяжелом состоянии, потому что, может быть, что-то случилось. Мы пережили одну войну с Абхазией. Нас выгнали отсюда. И мы нашли себе очаг в Украине. А теперь пришлось... Пришлось и отсюда бежать. Прошлой ночью в Центр для беженцев доставили несколько мам с детьми. Пока женщины могут перевести дух и продумать дальнейшие действия, дети находят чем заняться. Спасибо нам за все, за то, что вы нас... Тепло приняли. Тепло приняли. Бабушка, дедушка, мы вас ждем, приезжайте к нам. Сюда же прибыли несколько волонтеров. Говорят, ситуация никого не оставит равнодушным. Мы разделились. Кто-то раздает еду, кто-то одежду. Мы спрашиваем беженцев, чем им помочь, кому могут понадобиться подгузники, детям, сладости, игрушки. Работы много, но все под контролем. Прибывшим помогают с оформлением документов. Были ситуации, когда сюда прибывали без документов. Тогда мы связываемся с бюро по миграции, помогаем, действуем согласно закону. В центре на Молдэкспо могут разместиться порядка 500 беженцев. Власти планируют дополнить места по необходимости. Мэрии и Министерство финансов сообщили об открытии банковских счетов, чтобы собрать пожертвования для украинских беженцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...